В своем докладе председатель суда края отметил, что особую значимость сегодня приобретают коррупционные дела. На превышение должностных полномочий в прошлом году осуждены сотни человек. Отдельно Александр Чернов остановился на проблеме самостроев. Только в 2014-2015 годах 12 судами края, это суды Сочи, Анапы, Геленджика, а также города Краснодара, где проблема самовольного строительства является наиболее актуальной, вынесено 845 решений, основе самовольно возведенных строений. Надо исполнять. Приставом, пожалуйста, поклонитесь, вперед с песней. Правда, это не наше дело, не судейское решение вынесло, но мы живем в этом крае, мы живем среди людей, поэтому нужно тоже заботиться о своих решениях и о дальнейшей их судьбе. Принимайте меры. В судебном порядке нужно остановить не только возведение незаконных построек, но и аферы с земельными паями, акцентировал в свою очередь Вениамин Кондратьев. Губернатор Кубани рассказал, что буквально на днях фермеры из нескольких районов устроили пресс-конференцию и пожаловались, что их лишают участков. Необходимо в судебном порядке прекратить любые махинации с земельными паями и другими незаконными схемами их приобретения. То заинтересованное лицо, которое хочет приобрести земельный пай, должно идти к правообладателю, затем, чтобы этот пай у него купить, а не идти в суд. То есть сегодня заинтересованное лицо выбирает наиболее удобный для него способ. Но для государства он совсем неудобный. Потому что здесь, я еще раз подчеркиваю, температура общества, селянина, поднимается для тех же фермеров. А мы – аграрный регион. Сегодня Кубани на уровне президента отравлено – это гарант продовольственной безопасности России. Давайте сделаем так, чтобы гарант продовольственной безопасности России находился в нормальном экономическом состоянии. Все ветви власти сегодня работают ради одной задачи – обеспечить стабильность в крае, напомнил также Кондратьев. И именно от судебных решений зачастую зависит настроение в обществе. Мы сегодня вместе с вами, вот вместе с вами, мы две ветви государственной власти, несем ответственность за социальную стабильность в обществе. У меня должно быть моральное право говорить вам о тех процессах и судебных решениях, которые подчас имеют место. И у вас должно быть моральное право выносить объективные приговоры и объективное судебное решение. И поверьте, я искренне хочу сказать, что если вы сами ощущаете и чувствуете, что вы это моральное право утратили, найдите себе силы подать в отставку. Позицию губернатора разделили и другие участники совещания. И отметили, что общественное мнение о власти складывается по результатам совместной работы. Перед нами стоят общие цели и задачи, суть которых стоит в справедливом судопроизводстве, в защите законных прав человека и гражданина, общества и государства. Рядовому россиянину все равно, к какой ветви относятся судьи, к какой депутаты. Очень часто наши люди идут к власти за разрешением своих проблем, независимо от ее компетенции и полномочий. И когда они не находят ответов на свои вопросы, то начинают выражать недовольство, что ведет к серьезным, а порой и очень тяжелым последствиям. Да, у судей, у депутатов, у сотрудников органов исполнительной власти свои задачи. Но в итоге у нас общая цель – обеспечивать эффективное функционирование всего государственного механизма. За образцовое выполнение служебного долга и личный вклад в укрепление правопорядка некоторым судьям присвоили звание «Заслуженный юрист Кубани». Владимир Кондратьев и Владимир Бикетов, отличившимся сотрудникам ведомства, также вручили почетные грамоты и благодарности.